Сегодня я так сидел и смотрел, что Дух Святой направляет нас именно на одну такую определенную тему или же Слово, которое Дух Святой сегодня хочет каждому из нас сказать. С самого начала рождения говорил о том, чтобы мы вникали в Божье Слово, чтобы Слово Божие было в нашей жизни, чтобы оно производило в нас именно то, что от нас хочет Бог. И это важно. И сегодня я хотел бы предложить для нашего внимания некоторые места Священного Писания и вместе с вами порассуждать об этом. Перед этим сестры пели «Пускай вас Бог благосовит», очень важный псалом, и там были такие слова, что Христос придет скоро, да? Не помню дословно, что скоро Господь, извиняюсь, придет, и мы должны приготовиться к Его встрече. Скоро Он придет, и это может быть скоро очень для каждого. Мы были в Вашингтоне, да? И слава Богу, Бог благосовил поездку, были там, общались, вернулись назад вместе с вами сейчас. И в то время там были эти праздники, и одна семья молодая выехали на лодке где-то покататься, и они не вернулись. Это молодая сестра с ее мужем, и где-то что-то произошло, и она умерла. Они разбились, и он оказался в реанимации, и она ушла в вечность. Для нее пришла встреча с Господом, молодая. Выехали покататься на лодке. Что произошло, детали не знаю, но смотрел даже вчера похоронное служение. И это случается. И эти слова были, что мы должны приготовиться к встрече. Одно место, которое я хотел бы предложить для нас, это послание апостола Павла к Коринфянам, 9 глава, с 24 стишка и до конца. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. «И потому я бегу», – говорит апостол Павел, «не так, как на неверные, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиляю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Это слово, оно написано для нас, оно было для Коринфянской церкви написано, но сегодня оно относится к нам. Апостол Павел сравнивает служение наше Богу с этим положением, говорят сподвижники, спортсмены. Они, чтобы что-то получить, от чего-то воздерживаются. Они чего-то лишают себя. Они прилагают усилия. Ради чего? У них есть цель. Они поставили определенную цель, они к этой цели идут. И ради этой цели они от чего-то отказываются. Для чего? Ну, чтобы получить какую-то награду. И апостол Павел говорит, они для временной, это тленное хотят получить. А я, говорит, порабощаю, усмиряю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И к филиппийцам апостол Павел говорит, что ради этого я от всего отказался. Ради чего? Ради познания Господа и Иисуса Христа. Ради служения Ему. Ради следования за Ним. Он говорит, я от всего отказался. Оказывается, нужно от чего-то отказаться, если мы решились следовать за Иисусом Христом. Нужно что-то оставить. От чего-то нужно отказаться. Может быть, оно нам нравится, но мы ради чего-то должны отказаться. Ради высшей цели. От чего-то. Говорит апостол Павел, ради этого я от всего отказался. Все почитаю за ссор. Ради превосходства моей цели. Ради превосходства того, ради чего я живу. И он говорит, ради этого я от всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Иисуса Христа. Еще одно место хочу прочитать для нас. это Евангелие Матфея. Четвертая глава. С 18 стишка. Здесь очень прекрасный пример, который оставлен для нас на страницах Священного Писания. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. У них был бизнес. И от этого занятия было благосостояние их жизни. Они могли жить, пропитать свои семьи. Они могли существовать. И вот Иисус Христос увидел их и говорит им, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И что произошло? Меня удивляет, поражает их реакция. Здесь написано, и они тотчас оставили сети и последовали за ним. Они тотчас оставили сети и последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева, Иоанна брата его, в лодке с Завидеем отцом их, починивающих сети свои. И призвал их. Он тоже сказал им, «Идите за Мною». Они были с отцом своим, делали работу. Они там не загорали, они не проводили время праздного, они делали работу. Иисус Христос увидел и призвал их. И они тотчас оставили лодку и отца своего и последовали за ним. Слава Богу! Братья и сестры, это прекрасное место. Я смотрю на этих учеников, которые были тогда. Неужели они были какие-то особенные люди? Неужели их кто-то подготавливал к этому? Неужели это были люди не такие, как мы, обыкновенные люди? И Иисус Христос увидел их и им сказал, «Следуй за Мною! Идите за Мною!» Он предложил им что-то. Он не объяснял им многое. Он не говорил им, «Идите за Мною!» «Я поставлю вас большими сделаю» или еще, как вот сейчас бывает в церквях проповедуют и говорят, что Бог хочет сделать нас большими, да, мы должны быть впереди, мы должны это. Но им Иисус Христос ничего не обещал. Он говорит, «Идите за Мною!» Он предложил им идти за Ним. Говорит, «Я сделаю вас словцами людей!» Они, может, даже не понимали, что это значит, быть словцами людей, но они, написано, «Оставили все и последовали за Иисусом Христом». Это для нас очень прекрасный пример следования за Иисусом Христом. Иисус Христос впоследствии много говорил. Мы еще обратимся к этому месту Священного Писания, где Иисус Христос говорил больше даже. И говорил такие слова, которые, может быть, не сильно людей располагают даже к следованию за Иисусом Христом. И я прочитаю это место, это Луки, 9 глава, 23 стих и ниже. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, вот здесь есть условие, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Иисус Христос открывал Своим ученикам, и здесь написано, Он сказал для всех людей, которые окружали Его, ко всем обратился и говорит, что кто хочет идти за Мною, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой ежедневно и следуй за Мною. ежедневно возьми крест свой и следуй за Мною. Мы иногда думаем, и я в последнее время рассуждал, что это такое Иисус Христос предлагает нам. Отвергни себя, то есть свои приоритеты поставил и что? Возьми крест свой. И что же это такое за крест? Что это есть крест на самом деле? Чем является крест в нашей жизни? Что это есть? Крест. Что Иисус Христос говорит, кто не берет креста своего, не может быть Моим учеником. Кто не берет креста и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Что это является крестом и каждый ли его должен нести? Каждый ли человек должен нести этот крест? Иногда мы думаем, что крест это болезнь может быть. Но нет, это не болезнь. Крест это даже не муж или жена. Нет. Это не есть крестом. Что же такое крест? Иисус Христос говорит и делает над этим ударение, что каждый день, ежедневно, бери крест и следуй за Мною. Возьми его и следуй за Мною. Ты можешь его взять, а можешь его не взять. Один, пару стишков хочу еще прочитать, может быть, они нам немножко откроют это. Это евреям мы читаем часто эту главу одиннадцатую, где говорится о вере. О вере говорится. И здесь двадцать четвертый стишок, интересный стих, где говорится об одном муже. Это был Моисей. И здесь говорится, верую Моисей по рождению двадцать четвертый. Верую Моисей пришел в возраст, отказался называться дочерью фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И двадцать шестой стишок. И поношение Христово, то есть крест Христов, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Здесь говорится о Моисее, что Моисей мы знаем этого человека, который был взят дочерью фараоновой, он был воспитан в лучших школах, в лучших высших учебных заведениях, он был вместо сына этой дочери фараоновой. И говорят, фараона не было другого, кто стал бы вместо него царем. Он был, у него было большое будущее, он имел очень большие привилегии, этот человек был воспитан в большом, как сказать, на высоком уровне, и здесь написано, что откуда в это, я удивляюсь, откуда в этого человека, который воспитывался в Египте, мама его вскормила, воспитывался в Египте, откуда в него взялась вот эта крепкая вера, вот эта вера, написано верою Моисей, придя в возраст, отказался от этого всего, 40 лет ему было, это молодой человек, полный, перед ним большие возможности, он имел большие, как сказать, возможности в своей жизни, мог далеко пойти, мог быть наместником фараона, но написано верою отказался от этого всего, он отказался от всего того, что ему мир предлагал и написано лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения и поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, почему он смотрел на конец, он смотрел на воздаяние, он смотрел на то, что в конце его ожидает, и он отказался от этого всего, и мы знаем, что после этого ему пришлось 40 лет скитаться в пустыне, 40 лет в этой жизни, в одиночестве, 40 лет он находился в пустыне, но он не раскаялся, он знал, что он не сделал ошибки, он отказался от этого всего, что ему предлагал этот мир, и он знал Бога, и эта вера, которая была вложена в него, она держала его, она вела его, она давала ему силы идти вперед к этой цели, она говорит, он смотрел на воздаяние, слава Богу, братья и сестры, очень важно в нашей жизни, чтобы мы делали правильные решения, правильный выбор в нашей жизни, чтобы мы смотрели на воздаяние, не на это временное, от чего мы иногда не можем отказаться, а Слово Божие говорит, Иисус Христос говорит, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, и следуй за Мной. Еще одно место хотел бы нам предложить, это также 9 глава Луки, 9 глава Луки с 57 стишка и ниже. Здесь повествование, когда Иисус Христос направлялся в Иерусалим, когда Он шел, чтобы исполнить свою миссию, отдать Себя на страдания, Он направлялся в город Иерусалим, и здесь у Него была одна необыкновенная встреча с некоторыми людьми. Я хотел бы обратить внимание на это. Случилось, что когда Он был в пути, некоторый, некто сказал Ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты не пошел. Иисус сказал Ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Здесь не пишется об этом человеке деталей, кто этот был человек, но, по-видимому, этот человек тот, который видел дела Божьи, ему нравилось, и он был в восторге от этого, от Иисуса Христа, от того, что он учил, от того, что он делал, и под этим впечатлением он высказывает такие слова, что Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты не пошел, я пойду за Тобою, куда бы Ты не пошел. Я не знаю, если кто из нас мог бы рассчитаться, сказать такие слова, Господи, куда пошлешь меня, куда Ты меня не пошлешь, я пойду за Тобою, я готов идти. Помните, апостол Петр когда-то сказал подобные слова, когда Иисус Христос сказал, что в эту ночь вы все оставите меня, вы все оставите меня, и Петр говорит, не я, Господи, я готов жизнь свою отдать за Тебя, я готов везде, куда Ты пойдешь, я готов. Братья и сестры, но мы видим и знаем, что не так все было, когда Петр столкнулся с этими трудностями, произошло что-то другое, он отказался, он отрекся от Иисуса Христа, но здесь этот человек говорит, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел, и Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить головы. Здесь Иисус Христос говорит о том, что следование за Ним не будет легким, следование за Иисусом Христом сопряжено с определенными трудностями, с определенными лишениями, следование за Иисусом Христом, оно не будет на этой земле, может быть, всегда приятным, потому что приходится терпеть лишения, приходится терпеть всякие, может быть, сложности. И дальше мы читаем другой сказал, а другому сказал Иисус, это человек сказал Иисусу, что я пойду, и там же, на этом же пути Иисус Христос видит другого человека, и другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал Ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие. Это другая категория людей. Иисус Христос говорит, следуй за Мною. Братья и сестры, кто из людей может сказать такие слова? Следуй за Мною, да? Иди за Мною и пообещать жизнь вечную. Никто не может, только один Иисус Христос имел право сказать, следуй за Мною, следуй за Мною, я прошел этим путем, тебе остается только идти по моим следам, следуй за Мною. И Он сказал этому человеку, следуй за Мною. И Он сказал, Он не отказался, этот человек не отказался следовать за Иисусом Христом, но Он сказал, что Господи, Позволь прежде мне решить мои проблемы. Позволь прежде пойти похоронить отца моего. Хотя я не думаю, что в него отец умер, и он спешил на похорон. Я не думаю, что это было так. Я не думаю, что произошла, как сказать, эта ситуация, и отец умер, ему надо было пойти похоронить, и потом, говорит, я похороню, и буду следовать за Христом. Это было общее выражение. Люди, которые хотели сказать, что у них есть ответственность за своих родителей, они должны за ним их досмотреть, они должны позаботиться о них, они имеют эту ответственность, и по этой причине он говорит, я не могу за тобой следовать. Я не могу, потому что у меня есть определенная ответственность. У меня есть вот эта ответственность, от которой я не могу отказаться. Господи, извини, я не могу за тобой следовать. Почему? У меня есть другие важные дела. Мне нужно досмотреть своих родителей. Это препятствует мне. Я не могу следовать за тобой. Я пойду за тобой. Ну, когда-то, потом. И мы видим еще, другой сказал, еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи, я пойду, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и израющийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Еще был один человек, который сказал, Господи, да, он, скорее всего, слушал этот разговор Иисуса с этими людьми, и говорит, Господи, я пойду за тобой, я пойду. Но позволь прежде мне проститься с домашними моими. Позволь мне проститься с домашними моими. И Иисус Христос сказал ему, что если ты решил следовать за Мною и глядывайся назад, ты не сможешь этого делать. Ты не сможешь следовать за Мною. Говорит, что всякий, кто, возложивший руку свою на плуг и израющийся назад, он неблагонадежен для Божьего Царства. Он неблагонадежен для этого. Я думаю, что этот человек, он также видел дела Божьи, он видел, что Иисус сделал, и восхищался этим. Ему нравилось это. Но следование за Иисусом Христом было для него чем-то, что он не мог на это решиться. Он не мог сделать этот первый шаг. Братья и сестры, как часто в нашей жизни тяжело нам сделать вот этот первый шаг следования за Иисусом Христом. И здесь говорится, что позволь мне проститься, да? Этот человек имел что-то, что его держало. У него на первом месте что-то было, что не давало ему полностью следовать за Иисусом Христом. Может быть, это был какой-то порог в его жизни. Может, это какой-то грех. Бывает, в нашей жизни люди делают такие решения, Господи, я все буду служить Тебе. Приходит время, они обнаруживают, что есть что-то, от чего они не могут отказаться. В жизни есть какой-то грех, любимый, который я не могу оставить, который тяжело мне оставить. Господи, я не могу от этого отказаться. и это препятствует следование за Иисусом Христом. Господи, я пойду за Тобою, но не сейчас. Господи, мне нужно еще над Собой поработать. Господи, но я не могу отказаться от этого, то, что мне полюбилось, мне нравится что-то в жизни, и ради этого я не могу идти за Тобою. Братья и сестры, это очень трагичное состояние. Мы можем всю жизнь быть в церкви, мы можем всю жизнь идти и думать, что мы следуем за Иисусом Христом, но это одно то, что нас держит, что не стало, если следование за Иисусом Христом не стало нашим приоритетом, мы находимся в опасном положении. Христос говорит, следуй за Мною, следуй за Мною. Я читал, в начале это место, когда Иисус Христос предложил своим ученикам, следуй за Мною. Написано, они оставили все, они оставили сети, оставили все и последовали за Иисусом Христом. Если в нашей жизни есть что-то, что мы не можем отказаться, неисповеданный грех может быть, вот какая-то привязанность чему-то, это препятствует нам следовать за Иисусом Христом, братья и сестры, это есть то, что может нас погубить. И Слово Божие говорит, что кто хочет идти за Мною, отвергни себя, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Этот крест, братья и сестры, возвращаясь к этому, это есть наше следование за Иисусом Христом. Этот крест, это наш христианский образ жизни, это наше служение Богу, это то, что мы избрали. Здесь написано, что Моисей предпочел принять поношение Христову, предпочел большей славой. Он посчитал это большей для себя славой, поношением Христову, чем все наслаждения этого мира. И Христос говорит, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Как-то один пример приводили, что это еще в бывшем Советском Союзе, там была проблема, невозможно было устроиться на работу по причине той, что христиане, они не такие, как и весь этот мир, они не идут вместе с ними. Одна сестра говорит, я уже целый год работаю на работе, никто еще не узнал, что я верующая. Братья и сестры, это следование за Иисусом Крестом, неся свой крест, да, у нас были насмешки, христиан унижали, их, может быть, не допускали до хороших работ, именно из-за чего? Из-за того, что они являются свидетелями Иисуса Христа, они следуют за Ним. Когда мы были в Советском Союзе, здесь, может быть, это не так заметно, служителя, которые несли служение, находясь при том режиме советском, если он преподал крещение, завтра его могут посадить в тюрьму. И это было, это факты. Когда он преподает крещение людям, которые решили служить Господу, на следующий день его арестовывают и дают ему срок. Это взять крест и следовать за Иисусом Крестом. Если ты хочешь идти за Мною, возьми крест и следуй за Мною. Братья и сестры, это служение здесь, в Америке, оно немножко по-другому. Многие ищут и хотят быть служителями ради чего-то, ради звания, ради славы, ради почести. Там, бывшем в Советском Союзе, люди не хотели этого брать. Они боялись, потому что они знали, что за это они могут быть привлечены к какой-то ответственности. И Иисус Христос говорит, если ты хочешь быть Моим учеником, возьми свой крест и следуй за Мною. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы мы проверили себя, что сегодня стоит между нами и Иисусом Христом. Какая, может быть, причина стоит между нами и между следованием за Иисусом Христом. Один из примеров в Священном Писании, помните, когда Иоанна Крестителя Ирод взял и заключил в темницу, да, и там говорится такое интересное слово, что Ирод его уважал, он боялся его, он с удовольствием слушал его, и многое делал по его совету, берег его, но когда Иоанн Креститель указал ему на его грех, на его любимый грех, на тот, от которого Ирод не готов был отказаться, на то, что он был при любодеянии, и Иоанн, он смелый был проповедник, он сказал, ты не можешь этого делать, это грех, и что Ирод сделал ради этого греха, вместо того, чтобы оставить этот грех, он убил Иоанна Крестителя, он решил это другим способом, он не готов был оставить этот грех, он не готов был, он убил его, он стал человеку-убийцей, ради чего? Он не мог оставить этот грех, братья и сестры, очень часто в жизни христиан бывают такие ситуации, они готовы следовать за Иисусом Христом, с удовольствием ходят на служение, с удовольствием слушают Слово, им нравится это, но есть что-то, что препятствует, есть какой-то грех, есть какое-то положение, что препятствует следовать за Иисусом Христом, и когда приходится делать серьезные решения, бывает неправильные решения принимаются, поэтому пускай Бог благословит, чтобы нам отвергнуть себя, это есть очень иногда тяжело, отвергнуть себя, взять крест и следовать за Иисусом Христом, еще один пример на страницах Писания говорится об одном богатом юноше, знаете, это место, когда пришел, пал на колени перед Иисусом Христом и говорит, Господи, учитель, благий, что мне сделать, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную, Иисус сказал ему, соблюди заповеди, Он сказал ему, шесть заповедей основных закона, когда Он выслушал эти заповеди, Он сказал, все это я сохранил от юности моей, я все это исполнил, Иисус Христос посмотрел на Него, полюбил Его и говорит, тебе одного не достает, для того, чтобы следовать за Мною и иметь жизнь вечную, и тебе не достает одного, у тебя есть кумир, у тебя есть идол, у тебя есть привязанность, у тебя есть богатство, все, что есть, продай, раздай нищим, приходи, следуй за Мною, взявший крест, и что мы видим, одного не доставало, одного, но неужели от этого одного не можно было отказаться, написано, Он ушел с печалью, Он ушел с печалью, Он не мог отказаться от этого одного ради чего-то великого, и Он сам пришел к Иисусу и говорит, Господи, я хочу иметь жизнь вечную, но что мне не достает, что мне мешает, Иисус Христос показал Ему, вот это тебе препятствует, может быть, другому человеку что-то другое препятствует, может, кому-то что-то третье препятствует, одно маленькое держит нас от Царства Божьего, Иисус Христос сказал Ему, продай все и следуй за Мною, мы видим, что Он этого не сделал, еще бывает одно положение, мы видим, когда Петр следовал за Иисусом Христом, когда Иисуса Христа взяли, написано, Он следовал за Ним издали, Он следовал за Ним во двор первосвященника, но Он уже был на расстоянии от Иисуса Христа, Он был издали, Он был на расстоянии, братья и сестры, очень часто мы вроде бы следуем за Иисусом Христом на расстоянии издали, мы не идем с Ним рядом, мы не живем с Ним, мы не берем крест, мы не можем от этого отказаться, мы вроде бы следуем за Иисусом Христом, человеку говоришь, ну ты же иди в церковь, а что я иду в церковь, я жертвую, я бываю в воскресенье на служении, я прихожу, но иногда это следование издали, то есть мы не прилагаем все старания, как апостол Павел говорит, ради этого я от всего отказался, все почитаю за ссор, ради превосходства, у меня есть цель, и что мы видим с этого случилось, когда Петр следовал за Иисусом Христом издали, ему стало холодно, ему стало холодно, его душа, она почувствовала этот холод, он искал тепла, и где он его искал? У костра, чужого костра, братья и сестры, когда мы не близко с Иисусом, нам холодно, наша душа нуждается в этом огне, наша душа нуждается в общении с Иисусом Христом, но когда мы следуем издали, нам получается холодно, и мы ищем этого тепла, мы ищем его где-то, мы ищем в интернете, мы ищем еще где-то, мы ищем его в этом мире, но этот мир, он дает чужой огонь, от которого мы потерпим кораблекрушение, братья и сестры, сегодня нам нужно искать этот огонь в Иисусе Христе, сегодня нам нужно решить и проверить себя, как я сегодня следую за Иисусом Христом, удовлетворяет ли меня общение с Ним то, которое я сегодня имею, или может быть нужно пересмотреть наши отношения с Иисусом Христом. Братья и сестры, да благословит нас Господь, да поможет нам, чтобы нам действительно следовать за Иисусом Христом, так, как Он этого желает. Откровение, читаем место, мы будем заканчивать и идти к молитве, где говорится к Ефесской Церкви слово Иисуса Христа. Он говорит такое слово. Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит держащий семь звезд, десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю Твои дела и труд, терпение Твое и то, что Ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против Тебя то, что Ты оставил первую любовь Твою. Итак, вспомни, откуда Ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к Тебе и сдвину светильник Твой вместо его, если ты не покаешься. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаида, которые я ненавижу, имеющий уход ослышать, что Дух говорит церквям, побеждающему дам кушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего. Слава Господу! Братья и сестры, здесь к этой церкви он обращается, говорит, что Ты много делал, знаю твои дела, Ты много трудился, не изнемогал, Ты много делал, Ты испытал многих и нашел, и правильно, Ты на правильном пути был, но, говорит, я имею против тебя, ты оставил твою первую любовь, и что, разве без этой первой любви нельзя? Говорит, нет, ты покайся, ты вспомни, откуда не спал, покайся, и делай прежние дела, если не так, я приду, твой святильник сдвину, если не покаешься. Братья и сестры, иногда мы вспоминаем о нашей первой любви, о наших первых общениях с нашим Господом, но Иисус Христос хочет всегда иметь это общение с нами, Он хочет, чтобы мы постоянно следовали за Ним, чтобы мы постоянно делали эти дела, да благословит Бог, чтобы мы проверили себя, и чтобы в нашей жизни мы действительно шли по Его следам, чтобы мы следовали за Иисусом Христом без всяких условий, без всего того, что нас еще может быть держит или нам препятствует. Да благословит Бог, братья и сестры, мы будем идти к молитве и благодарить нашего Господа. Еще хотел один стих прочитать. Если я его найду. Это, по-моему, второе послание к Оринфинам. Апостол Павел поощряет Коринфинскую церковь и говорит 15 глава последний стих 58 «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Слава Богу! Пускай Бог благословит нас. Я говорил это для того, чтобы вас поощрить, чтобы Бог в наших сердцах запалил этот огонь, чтобы он не угасал. Говорить, что «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Слава Богу! Мы, склоняясь, будем молиться, благодарить Бога за это слово, за служение, которое мы имели. «Итак, Продолжение следует...